МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Адмиральский резерв. Рязань получила очередную партию новеньких троллейбусов. Магистральный ремонт РМПТС заканчивает замену теплотрассы на улицу Новая. Парилка по полной. Банина Семенна Середы снова приятно удивляет. Десять новеньких адмиралов пополнили троллейбусный парк Рязани. Ключи от новых машин сегодня вручили счастливым водителям. Наша съемочная группа вместе с врио-губернатора Рязанской области Павлом Малковым осмотрела новую технику. Наталья Алексеевна, еще будучи школьницей, увидела фильм «Троллейбус номер один». И с тех пор мечта стать водителем поселилась в ее сердце. Она даже отказалась идти в университет, несмотря на косые взгляды соседей. После десяти классов пошла работать, чтобы дождаться возраста, позволяющего отучиться на вождение. И как только возраст подошел, поступила на курсы. Мне было 19 лет. Я пришла в управление троллейбуса на курсы. Ну, отучилась и начала работать. Мне очень хотелось быть водителем. Ну и мечту я свою исполнила. И до сих пор работаю. За 50 лет я по всем маршрутам ездила. Ну, а любимый маршрут, 16-й стал. На нем я последние 25 лет работала. Троллейбус у меня, который нам Москва подарила. На этом троллейбусе работаю. 20-27. Синенького цвета такой вот. За штурвал нового троллейбуса Наталья Алексеевна не собирается. Говорит, будет верна своему синенькому до конца. Но вот ключи от троллейбусного пополнения счастливым водителям вручала именно она. Ветеран вождения с полувековым стажем. Рад. А почему нет? Новая техника. Ну, новая техника, конечно, она более удобная. Церемония вручения нового троллейбуса. Работать легче будет, однозначно. И пассажирам будет удобно очень. В USB работает зарядка. Это отлично. А где же в России? А вот, там, например, было. Сейчас не видно просто. Нет. Новые «Адмиралы». Современные машины, в которых есть и зарядки для телефонов, и экраны для выведения видео. Интерьер выполнен с учетом современных требований. А еще машины – это экономичная, готовая служить гораздо дольше других видов транспорта. То самое новое поколение. Если раньше ремонтировали троллейбусы при помощи кувалды, сейчас, естественно, это компьютер, это программатор, это соответствующая программная обеспечения. Нам надо вот это тоже сделать. Потому что мы сразу несколько поколений перешагнули, и надо, соответственно, эти компетенции у себя растить. Поручение обучиться всему необходимому и контролировать эксплуатацию машины Павел Молков уже дал мэру города. Здесь, Елена Борисовна, не стесняйтесь. Все, что нужно, сейчас надо полностью от начала до конца отрабатывать. Надо людей учить, давайте учить. Нужно какие-то материалы, расходники, давайте покупать. Оно не должно остаться просто как один. Мы купили, бросили и все. Тот факт, что в последние годы Рязанский троллейбусный парк находился в упадке – секрет поля Шинеля. И эти 10 новеньких красавцев – первый шаг к возрождению. Я на самом деле про общественный транспорт в Рязани слышал много еще даже до того, как приехал сюда, в Рязань. И понятно, что его обновление – это один из приоритетов развития города и один из моих личных приоритетов. Эту проблему, этот вопрос мы точно решим. Сегодня первый шаг – вот передаем 10 троллейбусов, и в ближайшие дни они уже должны выйти на городские маршруты. Такое количество абсолютно новых машин впервые за последние несколько десятилетий. Сегодня ежедневно на линию выходят 75 троллейбусов, большинство из которых совсем плохие. Во времена легендарного мэра Рязани Надежды Чумаковой, вспоминает Наталья Алексеевна, ходило около 100 троллейбусов, на курсах постоянно училось по 40-50 человек, а в последние годы на курсы не принимали никого. Впрочем, скоро все будет по-другому. Я вот здесь открою сейчас небольшую тайну. Но вчера, после основной встречи официальной у Михаила Владимировича Мишустина, я еще задержался и рассказал ему про некоторые другие проблемы и вопросы Рязанской области, и в том числе и про общественный транспорт, про то, как мы его обновляем. Ну и, конечно же, обратился еще с дополнительной просьбой помочь нам. Он поддержал и обещали выделить средства на еще 10 троллейбусов, вот в ближайшей перспективе. То есть, кую железо пока горячо, взялись за общественный транспорт, да, будем делать. Обещал помочь с троллейбусами и Петербург. В ближайшее время оттуда приедет 10 машин. Не новых, правда, но явно качественней тех, что есть сейчас. И все эти шаги ведут к современной цивилизованной модели общественного транспорта, подчеркнул Павел Малков. Это не только обновление самого транспорта, но и инфраструктуры, в том числе контактные сети, современная схема транспортного движения. Уже прорабатывается вопрос появления новых развязок, проработка маршрутов для более удобной координации жителей и гостей города. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На улице Нового ремонтники РМПТС завершают укладку новых труб магистрального трубопровода. Всего таких участков в городе было 10, но на этом заканчивать ремонт в компании не собирается. На пересечении улиц Новая и Попова масштабный капитальный ремонт теплотрассы. Новенькие трубы диаметром 700 мм приходят на смену конструкциям советского периода. Общая протяженность участка 768 метров. Трасса была введена в эксплуатацию в 1974 году. Последний капремонт был в 1996 году. Соответственно, трасса изношена, требуется капитальный ремонт, что сейчас и происходит. На данный момент по металлу работы выполнены уже на 90%. Сегодня планируют работы в металле закончить. Завтра планируют осуществить врезку в теплотрассу, то есть соединить. Потом идет заполнение и осуществление теплоснабжения потребителей. То есть горячая вода в домах будет уже завтра. Благоустройство участка Новая и Попова конец следующей недели. И это пока последний, десятый участок по капремонту в этом году. Общая протяженность магистрального трубопровода, который пошел под замену, 6,5 км. Еще 18-20 км сотрудники РМПТС правят за счет средств предприятия. В основном это квартальные сети. У нас еще дополнительно выбили финансирование на переход участка по улице Черновицкой. Это небольшая трасса, 42 метра, но она очень изношена. Там диаметр условный 300 мм и трасса 1967 года. То есть очень критично, а в связи с тем, что постоянно дороги ремонтируются в Рязани, чтобы больше не выходить на это. Соответственно, сейчас сделаем переход и забудем. Также дополнительно за счет собственных средств осуществляем ремонт трубопровода на улице Павлова. Общая изношенность тепловых сетей в Рязани, по данным РМПТС, порядка 80%. Из бюджета на капремонт в этом году направили 210 миллионов рублей. В следующем году ремонт магистральных сетей продолжим. В Рязанской области на площадке компании Резур прошел четвертый деловой форум «Вектор производительности». В нем приняли участие около 200 специалистов по бережливым технологиям из 15 российских регионов. Деловой форум «Вектор производительности» – это история в первую очередь про человека, про его готовность меняться и менять мир вокруг себя. На площадке регионального центра компетенций, агентства развития бизнеса Рязанской области, пришло порядка 200 человек. Еще в прошлом году в Рязани представили стратегию «Бережливый регион». Эта стратегия затрагивает абсолютно все сферы – от социальной до промышленной. Настало время делиться опытом. Главная цель очень простая – чтобы каждому человеку было комфортнее. В первую очередь мы берем те учреждения, где есть прямое касание с людьми. Это поликлиники, это МФЦ. Все те компании, где оказываются услуги населению. Сегодня цель одна. Если мы внедряем на промышленное предприятие «Бережливое производство», это история про то, как эффективнее работать, как комфортнее работать, как сегодня руководствовать те условия, при которых директору предприятия будет комфортно руководить, а сотрудники будут хотеть идти на работу. Не просто от звонка до звонка отсидели смену и у нас работа. Нет. Они, единомышленники, союзники с директором завода, понимают, куда они растут, как они развиваются. Экономический эффект от этого очевиден. При массовом уровне вовлеченности персонала в проекты «Бережливого производства» производительность труда выросла на 23%, выручка на 49%. Об этом в том числе говорил Артем Никитин на пленарном заседании с участием федеральных экспертов. Успешные практики внедрения «Бережливых технологий» – это в первую очередь прорезанские предприятия, причем лидеры по проектам повышения производительности труда откровенно удивляли. В хорошем смысле. Многих поразил детский садик 30-й, который сделан и хорошие проекты, и участвует в нашей совместной работе с садиками стратегических инициатив. Ну, а самое главное, они сейчас на грани прорыва в глубину. То есть всегда у нас количество переходит в качество. И дошкольное образование – это ничуть не исключение. Там есть много очень глубоких вопросов, связанных как раз с тем самым развитием личности, с тем, как нам не потерять эти наши гены командной работы, гены лидерства, как их подпитать, чтобы ребенок был счастлив в следующей жизни. Категории предприятий, которые могут войти в программы развития, станет больше. А возможность расширения заявила федеральный эксперт Екатерина Гришина. Важно понимать, что формализм не приветствуется. Вступать в программы ни от кого не требует. Это должна быть экономическая целесообразность. Конечно же, сейчас любому предприятию очень сложно выжить. Но я понимаю, что наша программа не то, что стала неактуальной, она наоборот набирает обороты. И такая тема, как эффективность бизнеса, выходит на первый план. Почему? Потому что ресурсы становятся другими, они становятся более дорогими, недоступными. И для того, чтобы предприятие выживало, в первую очередь, надо, что называется, навести порядок у себя в доме. Найти те ресурсы, которые внутри мы можем использовать, для того, чтобы работать немножко по-другому, более эффективно. Практику Рязанской области, кстати, Екатерина Гришина назвала уникальной. Регион стал первым в стране, который направил свои финансовые ресурсы на реализацию федеральных программ по внедрению бережливого производства и повышению производительности труда. А дальше уже говорили цифры. Годовая выручка рязанских предприятий с бережливым производством в среднем выросла более чем на полмиллиарда рублей, а производительность на 23%. Партнер программы «День города» – выставка продажи икра и рыбы Камчатские. Она снова появилась на прилавках у торгового центра «Премьер». Не пропустите. Банина Семёна Середы снова обновили. Осень и зима, как известно, особо активный сезон, и к нему здесь подготовились основательно. Что изменилось, расскажем далее. Банина Семёна Середы снова готовит сюрпризы. Общественная баня – это вообще особое пространство, место для общения, отдыха и оздоровления. Парюсь уже, можно сказать, с самого детства. Мое детство прошло на Урале, там меня приучили к бане, и вот здесь я уже практически никогда стараюсь баню не пропускать. Баня – это великая вещь, она дает оздоровление организму, она улучшает настроение. И после бани ты приходишь, у тебя легкость во всем теле. Никакие процедуры в спа-массажах не могут дать того, что дает баня. А для тех, кто имеет отношение к спорту, пусть даже не профессиональному, а таких людей в нашем городе из года в год все больше, баня и вовсе – необходимость. Коллектив у нас дружный, пар в общении, все уже старые паренчики, уже по 20-30 лет в такой. Каждый свой коллектив уже. Поэтому общение, никто никого не ругается, они шумеют, все у нас обстановка, как в детском саде, а не к лучшему. Мы спортсмены, мы через это прошли все, без этого никак нельзя. Поэтому бегаю, занимаюсь физкультурой, где-то в неделю километров 8 получается, молочную кислоту снова в кости выгонять. Построенная в 1961 году, баня на Семену Середы только в прошлом году получила новую жизнь. Ее отремонтировали, восстановили, полностью заменили лавочки и палаты в парных. Конечно, баня преобразилась, это вне всяких сомнений. Но главное достоинство бани – это все-таки парилка. Парилка, я должен сказать, что одна из лучших, если не самая лучшая в городе. Я в каких-то банях не был в Москве, и в Сандунах, и Новослободске, и Коптевске. Ну, хорошие бани, да, но должен сказать, что наши не хуже. Полностью заменили в бане и дымоход, что тут же ощутили посетители. Печка, все обновили, она вот заходишь красную, то надо для парилки пар подавать батаза, а тут бросаешь, 10 кружек бросаешь и хватает. Все. Поэтому, чтобы было для души, для тела. Тем, кто в общественной бане бывал, рассказывать о ее преимуществах не нужно. Это пар, которого не достичь в частной бане. Парное сердце бани. И люди идут только из-за пара сюда. Тут печь очень большая, каменка. В ней очень большое количество камня заложено. И, то есть, там где-то 2,5-3 тонны камня заложено в печь. И при нагреве ее, то есть, в парной, когда поддаешь, сухой пар получается. И очень легко дышать. Ну и, как бы, температура русской бани. Кто такие особые парильщики, спортсмены, они, ну, очень любят общественную баню и большую печь. В начале лета для удобства посетителей ввели систему абонементов. Практика показала, что люди системой пользуются. Ведь выгода на разовое посещение получается в районе 25% от цены. Потому, задуманную как летнюю акцию, возможность приобрести абонемент продлят. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 5 по 10 сентября. ТЦ Премьер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова